Привет-привет, дорогие друзья! На улице льёт дождь, дети уехали к бабушке в деревню, муж уехал с друзьями на шашлыки, а это значит что? Конечно же, то, что нужно снять в видео, собирайся вместе со мной, куда я собираюсь расскажу позже, и палеткой от Tom Ford, которая называется Extreme, это лимитированная серия 01 Mercurial. Если хотите увидеть обзор, оставайтесь на канале. Итак, сегодня я хочу прогуляться по городу, хочу сделать какой-нибудь лёгкий ненавязчивый макияж и просто походить по магазинам, возможно зайти в кафе, съесть что-нибудь вкусное, пока я одна. А для мамы в декрете, в принципе, это очень сложный вопрос, остаться одной и делать ровно то, что ты хочешь, да, позволить себе пойти куда-то, что-то купить, где-то посидеть и не оборачиваться, думая, как там мои дети, как там мой муж и всё такое. Поэтому я решила сделать лёгкий макияж и пока свободно, быстренько сходить погулять. Так вот, заодно и сделаем обзорчик. Данная палетка от Tom Ford, называется Mercurial. Это ограниченная, лимитированная серия Extreme. Её я купила в Дубае за 85 долларов, плюс где-то около 4-5 долларов, наверное, 4 мне вернули ваты, да, то есть эта палетка мне вышла 81 доллар. Я достаточно долго раздумывала над тем, приобрести её или не приобрести, потому что очень интересная такая самобытная гамма, и я боялась, подойдёт она мне или нет. Посмотрите, очень красивое такое оформление у палеточки, да, серый пыльник. Обычно мы знаем, что у Tom Ford пыльники коричневого цвета, здесь же он серенький. И вот такое вот красивое серебристое оформление внутри. Вообще, палетки Tom Ford все известны тем, что они очень сильно пачкаются. Я специально не вытирала её, думаю, вам показать. Палетка использовалась буквально несколько раз, и вот уже видите, вся заляпанная, то есть буквально вот один пальчик, и ваша палетка уже грязнули. Но, с другой стороны, палетки Tom Ford имеют очень красивое оформление, да. Вот когда берёшь такую красавицу в руки, сразу видно, что это какой-то люксовый бренд. Вот, посмотрите, внутри как она красиво выглядит, да, 4 оттеночка. Кисти китайские, которыми, в принципе, если у других кистей нет, накраситься можно, но получится не очень красиво. Я обычно их не использую, но оставляю в палетке, чтобы вот сохранить вот эту вот эстетику бренда, да, вот, чтобы наслаждаться именно самим видом палетки. Ну, и почему здесь достаточно необычная гамма? Потому что гамма здесь цветов, которые вроде как считаются в палитрах тёплыми, но когда переносишь их на глаза, они почему-то отливают холодным, да. То есть это тёпло-холодная гамма. Холодный красный, как бы это странно ни звучало, холодный коричневый, холодные вот эти вот бежевые цвета. Она мне думала, что будет напоминать Honeymoon, я долго думала купить Honeymoon, либо Mercurial, вот, но решила всё-таки купить Mercurial, потому что это лимитированная серия, возможно, такой я больше не найду палетки. А Honeymoon, она даже у нас в Беларуси продаётся, очень много людей её продают, там кто-то с рук продаёт, кто-то Байеры Перекупы, у них у всех есть Honeymoon. И в Золотом Яблоке также можно найти Honeymoon. И я думала, что это будет что-то среднее между Honeymoon и Nude Deep. Напомню, Nude Deep я продала, эта палетка мне не понравилась, для меня она была слишком серая, да, я очень знаю, что все любят эту палетку, все хвалят эту палетку, но почему-то мне она не подошла, наверное, всё из-за типа моего лица. Ну, либо, может быть, это было начало моего косметического пути, и я просто не оценила эту палетку. Ну, а Mercurial это вот такой вот Honeymoon с отливом из Nude Deep. И я подумала, может быть, эта палетка мне подойдёт, да, что-то средненькое, в любом случае гамма здесь довольно-таки нюдовая, несмотря на то, что здесь есть красный. И данную палетку я смогу продать, если вдруг она мне не понравится, потому что Nude Deep я продала достаточно быстро. Вот, ну, и, в общем, я остановилась на этом, ещё думала купить её либо Meteoric, но всё равно почему-то именно Mercurial мне приглянулось больше. Хотя, по секрету скажу, наверное, я уже начинаю сомневаться, может быть, стоило брать Meteoric, но обо всём по порядку. Ещё я вам покажу хайлайтер Dandelion Twinkle, да, это одуванчик от Benefit, его серия именно с блеском, тоже купила на отдыхе в Дубае. Мне очень приглянулся этот хайлайтер в Sephora, я сделала swatch, мне понравилось то, что я вижу на своей руке. Думаю, ну, куплю маленькую версию, потому что большую навряд ли я успею использовать, а маленький хайлайтер, в принципе, лишним не будет. Вот, ну, и дальше буду делать макияж с пудрочкой Gucci, которую я уже в предыдущем своём видео или позапрошлом видео показывала, но... Простите, показываю не той стороны, но я ещё не раскусила эту пудру, однозначно я знаю, что мне нравится её оформление, поэтому я в любом случае её оставлю себе. Но, как бы, как она красит, пока что я ещё не поняла, буду тестировать и смотреть, да, сегодня тоже ей накрашусь. У меня уже на лице нанесён тон от N.A. от Collagent 8 пептидов и консилер от CC-крем от Herborian. Я не буду наносить базу от Anastasia Beverly Hills на лицо, на глаза, потому что палетка Mercurial, она не особо сыпучая, да, там, если что-то и осыпется, оно легко убирается. Также я не наносила пудру под глаза, потому что она мне сушит эту зону, вот. Ну и, в принципе, тени-то от Tom Ford не славятся сыпучестью, да, и поэтому, как бы, не от такой прям сильной необходимости наносить какую-то сильно липкую базу, нет, достаточно одного консилера. Итак, приступим к макияжу. Сначала я покажу, как я сделаю макияж данной палеточкой, ну, а потом покажу свочи и вообще расскажу о том, что я думаю об этой палетке. Так, волосики я, наверное, уберу немного с лица, вот, чтобы быть более аккуратной со своими волосами, челку стричь нужно. Ну и начнем макияж. Значит, заложу я форму вот этим вот оттеночком. Кстати, если видите, еще не стерлись буквочки TF, это значит, что данную палетку можно использовать в нанесении влажным способом. Я этого не делала, я пока что наносила только сухим способом, скорее всего, делать не буду, потому что той яркости, которую мне отдает эта палетка, достаточно. Я сомневаюсь, подходят ли мне эти цвета или нет, как бы, а на нанесение не жалуюсь. Поэтому буду наносить сухим способом. Набираю вот этот вот самый такой легкий персиковый оттенок, как видите, вот он неплохо отдается для такого оттенка и переносится на глаза легкой такой вуалью, да, блестящей. Я сразу под бровь его наложу, потому что он особо не виден на глазах. Его можно, в принципе, нанести и на весь глаз, видите? То есть можно уже сделать сводч данным оттеночком. Вот, чем я люблю палетки от Том Форда, это тем, что, в принципе, макияж любой из этих палеток делается буквально за 5 минут, да. Это очень такие быстрые, очень удобные палетки для скорого макияжа, если вам нужно на работу, если вам быстро нужно куда-то накраситься, да, и при этом хорошо выглядеть, да. Потому что тени от Тома Форда, особенно вот эти текстуры, мне нравятся запеченные, они прям переливаются на солнце при дневном свете и ведут себя отлично. Вот, как видите, у меня уже что-то типа сводчей, да, на глазах. И даже, честно вам скажу по секрету всему свету, я бы вот, например, если бы мне нужно было, ну, был какой-то вот у меня ресницы нарощенные, и нужно было быстренько подсветить чем-нибудь красивым глазам и куда-то пойти, наверное, вот достаточно было бы этого, просто обозначить что-то на глазах. Следующий оттенок я также буду набирать вот этой вот кисточкой, он уже более темный, но на глазах он темнее особо и не выглядит, да. Я проложу им форму, немножечко затемню складочку, и данный оттеночек, вот, он на кисть набирается так же, как и предыдущий, вот, вот, и на глазах он отражается так же. Посмотрите, то есть просто тени стали видны немножечко больше, да, предыдущие, которые я наносила, но также этот бежевый, он не слишком прям яркий на глазах, и делает скорее такой юнюдовый макияж, то есть вот с таким макияжем я бы уже тоже готова была бы куда-то идти, я себе нравлюсь, в принципе, и много времени это не стоит, просто кисточка тени накрасил и пошел. Ну и теперь два вот этих цвета нижних я испробую, вернее, испробую, не испробую, я их уже пробовала, покажу вам, как наносятся. Сначала возьму на кисть бочонок вот этот вот красный, его я буду наносить на верхнее веко, потому что вот этот коричневый я могу, честно говоря, добавлять только вот либо под глаза, либо по ресничному краю, для меня он слишком серо-коричневый, слишком темный, если я нанесу его на все веко, он смотрится так слишком темно, да, и серит. Так, цвет красный я набираю на бочонок и делаю затемнение небольшое, как видите, он отдает свет неплохо, но это не тот красный, который мы видим в рефиле, все-таки на глазах он смотрится скорее как такой коричневый, коричневый с красноватым оттеночком, да, вот, и сюда. Кистью он переносится неплохо, но я люблю более яркие макияжи, поэтому я перенесу его еще и пальцем. Смотрите, в принципе, на палец он набирается неплохо, и весь глаз также, на весь глаз можно перенести данный цвет. Вот, ну и второй глаз. В принципе, вот то, что у меня получилось на верхних веках. Сейчас я возьму кисть в бочонок и оформлю нижние века, да, в качестве базы я опять-таки же проложу дорожку вот этим вот цветом, вот этим вторым, чтобы придать блеска, да, и более аккуратно потом легкий темный цвет. Так, ну и теперь темно-коричневый, посмотрите, наносится, переносится на кисть, он очень хорошо. Немножко возле ресничного края им пройду и внизу. Он делает глаза более выразительными, и главное, вот лично на моих глазах, его не переборщить, иначе макияж будет темным. И так же, видите, на нижние века, на носу. Теперь возьму еще раз вот этот вот цвет и просто протушую края, чтобы тушевка была более мягкой на глазах и более качественной. Так, чтобы не было резких переходов. В принципе, вот такой макияж у меня получился чисто такой палеткой с нарощенными ресницами, я уже могу куда-то идти. Сейчас я немножко добавлю карандаша, я все-таки люблю, когда по ресничному краю добавлен черный карандаш. Ну и вернусь к вам, чтобы нанести остальные продукты на лицо. Я добавила немножко карандаша, как видите, вот не показала вам, а сыпашки немножко есть. Но они достаточно легко убираются кистью, смахиваются, тени эти не сильно пылят. Да, все, конечно же, зависит от способа нанесения, но это далеко не Анастасия Беверли Хиллс. Не Худа, там и Дни Пэтмоград, это обычные люксовые тени, которые, в принципе, можно даже нанести, если вы где-то в кафе, да, зашли в туалет, чтобы подправить макияж и очень быстренько что-то сделать, да. Эти тени, в принципе, очень такие travel friendly, их можно засунуть в косметичку, да, небольшая палеточка совсем. Засунули в косметичку и пошли по своим делам, можно без проблем везде подправить макияж. Так, сейчас я еще нарисую стрелочки небольшие, постараюсь, вот, и вернусь к вам для продолжения моего макияжа. В принципе, вот конечный макияж моих глаз, мне он нравится, но обо всех впечатлениях попозже. Сейчас я, с вашего позволения, закончу макияж, буду использовать пудрочку Gucci, не могу налюбоваться все на вот эту вот коробочку красивенькую. Мне она очень нравится, пудрочка заматирует, в принципе, лицо мое неплохо, цвет мне подходит, у меня оттенок 03. Напоминаю тем, кто не видел позапрошлое видео, вот, и, в принципе, мне нравится, как она ложится, да, ничего необычного, я думаю, вся цена здесь именно из-за упаковки. И для меня упаковка просто вот напрочь оправдывает цену, да, обязательно куплю себе бронзер, как только муж зарплату получит, вот, и тоже буду делиться с вами впечатлением. Ну, пока от пудрочки я в восторге. Ну, как у вас от пудрочки, от оформления пудрочки. Так, следующее, что я нанесу, это двушка от Charlotte Tilbury, это моя любимая двушка, все, никак не могу ей налюбоваться. Я нанесу скульптор, очень классная вещь, да, я, ну, когда, перед тем, как ее купить, видела много обзоров на вот эту двушку, либо в других обзорах каких-то косметики люди упоминали об этой двушке, она прям легендарная на YouTube, и все просто ее, ну, захвалили, расхвалили, обхвалили. И я хотела все ее попробовать, решилась на покупку, и, скажу, ни капли не пожалела, да, единственное, что хайлайтера здесь очень много, он очень деликатненький, поэтому, мне кажется, лучше бы они скульптора больше положили, да, сделали больше рефильчик, а хайлайтера меньше. Но, в общем и целом, я очень рада, что у меня есть эта вещь, если закончится, куплю себе обязательно вторую, да. Единственное, с хайлайтером нужно будет что-то делать, таким деликатным хайлайтером я пользуюсь редко. Все-таки люблю, чтобы что-то прям светило, как из космоса было видно, да. А этот хайлайтер деликатный для дневной носки. С другой стороны, когда закончится мой декрет, возможно, я пойду на работу, и там, может быть, мне будет нужен какой-то более сдержанный хайлайтер. Поэтому, вот, поэтому я его точно оставлю, даже когда закончится скульптор. Так, ну, в принципе, я сделала такой небольшой контуринг. Я не очень большой приверженец сильно видного контуринга. О, ресничка выпала. Кстати, вот, кто будет наращивать ресницу, предупреждаю, любая ресница у вас может перекрутиться и попасть вам в глаз. Очень неприятное чувство. Но за красоту, которую дарит наращенные ресницы, в принципе, я им все прощаю. Вот. Ну, в следующий раз делать не буду. Буду туши испытывать. А все равно, как бы, когда-нибудь еще наращу обязательно. Так, я законтурировалась. И теперь нанесу свою любимую розочку румяна от Pet Magrat. Очень люблю эти румяна, да, наверное, на том же уровне, что люблю румяна от Hourglass. Мне очень нравится этот цвет Nymphette. Мне нравится, как румяна лежат на моей коже. В принципе, мне все нравится в этих румяшках. Немножечко румян все нанесу. Вот. И обязательно куплю еще какие-нибудь румяна от Pet. Так, надеюсь, только я в маршрушу не превратилась. Я тут рассыпаюсь в водах данным румяном. А сама там уже сижу розовая щекая такая барышня, как эта из сказки Морозка. Ну, и приступим к хайлайтеру. Это хайлайтер, как я уже сказала, от Benefit. От Benefit, от Dandelion Twinkle. Мне нравится текстура данного хайлайтера. Я раньше думала, что это румяна. Но нет, это хайлайтер. Он деликатный, да. Чем-то похож на хайлайтер от Шарлотты. Но он и немножко ярче, чем хайлайтер от Шарлотты. Мне он очень нравится. Я уже пару раз использовала его в макияжах. И то сияние, которое он дарит, мне зашло более чем. За счет того, что он чуть-чуть ярче, чем из двушки от Шарлотты. Вот. Ну, естественно, под него можно какие-то такие интересные румяшки. Вот как, например, я нанесла под Маграт нанести. И, в принципе, все будет хорошо. Ну, примерно вот такой макияжик сегодня получился. Пойду гулять именно так. Сейчас я накрашу губы и вернусь к вам с общим впечатлением о косметике, от которой сегодня показала. Ну, вот примерно такой макияж у меня получился. В таком виде пойду сегодня гулять по городу. И давайте прибежимся по продуктам, по новым, которые я сегодня использовала. Ну, быстренько про пудрочку. Пудрочка мне уже нравится. Да, я, наверное, предвзята из-за вот этой вот шикарной упаковки. Буду эту пудру теперь вам все время, наверное, показывать в каждом своем видео. Ну, упаковка реально шикарная. Все красиво. Гуччи молодцы. Постарались. Продукт неплохой. Тестируем дальше. Пока мне нравится тот эффект, который она оказывает на мою кожу. Но пудра от Ауа Глаз мне нравится больше немного. Да, они прям блюрят лицо. Поэтому я их люблю вот просто невообразимой любовью. Следующий это хайлайтер Dandelion Twinkle от Benefit. Мини-упаковку я взяла. Внутри такая вот кисточка для нанесения этого хайлайтера. Но я пользуюсь своими кистями. Эта кисть, ну, искусственная, естественно. Я так понимаю, бренд думал, закладывал, да, такую мысль, что когда ты берешь хайлайтер куда-то с собой и где-то окрасишься, чтобы кисточка была при тебе. Но, честно говоря, я не понимаю, куда можно пойти с хайлайтером, чтобы им потом подкрашиваться. Да, хайлайтер, наверное, это тот продукт, который ты наносишь дома и ходишь потом целый день. Ну, в принципе, она не мешает. Если вам она не нужна, можете там положить ее куда-нибудь достать и использовать хайлайтер просто так. Может быть, изначально бренд думал, что это будет хайлайтер румяна, но для румян он очень и очень деликатный. Он заметен, наверное, будет только на какой-то, ну, прям супер белой коже. Вот, на среднестатистической женщине, скорее всего, этот хайлайтер не будет заметен. Видите, как он переносится? То есть я очень сильно тру и получаю вот такое вот деликатное очень сияние. Да, внутри есть зеркальце небольшое в упаковочке. И, в принципе, наверное, если сильно постараться, можно как-то в него поглядеться, когда вы краситесь где-то там. Вот так вот хайлайтер будет выглядеть на коже. Да, вот это такая полосочка, если сделать прям сводч такой жирненький. Он деликатно сияет. Он слегка подсвечивает вашу кожу. Но это именно дневной такой деликатный хайлайтер. Вот, если я его разнесу по руке, видите, он, в принципе, довольно симпатично блестит. У меня мини-упаковочка и... Что-то я не вижу, сколько здесь вес. В общем, как бы... А, вот, вижу вес. Полтора грамма получается. Покупала я его, по-моему, около 20 долларов за него отдала. Буду ли советовать в покупке? Ну, если хотите какой-то деликатный хайлайтер от Benefit, то да. Если нет, я думаю, вы найдете, чем его заменить. В принципе, куча хайлайтеров, которые можно купить за меньшую цену. И будут сиять они практически так же. Я не жалею, я пользуюсь, мне нравится. Вот, ну, если бы, конечно, подружка бы попросила подарить, то я бы с удовольствием ей бы его отдала. И, как бы, моя бы косметичка от потери данного хайлайтера не победнела бы, да. То есть, я бы нашла, чем заменить данную штучку. Но, в принципе, вещь неплохая. Ну, и звезда обзора палетка, давайте ее хоть немножечко протру. Потому что все-таки стыдно мне показывать заляпанную. Показала, как она ляпается, да, и хватит. Вот такая вот палетка от бренда Tom Ford. Все как положено. Пыльник, коробка. Получается здесь 6 грамм на 4 оттенка. Это по 1,5 грамма на каждый оттенок. В принципе, данной палетке, даже если вы будете ей одной пользоваться, ее очень трудно закончить. Да, если у вас там теней куча целая, то то, что здесь всего 6 грамм, я думаю, вам это будет не проблема. Есть палетки с гораздо меньшими рефилами. Палетка состоит из 4 оттенков. Первые 2 – это такие разной степени насыщенности бежевые, уходящие в серо-красный. Посмотрите, вот так они выглядят, да, и вот так они переносятся на кожу. Первые 2 оттеночка. Ну, на глаз, если сухим способом кистью, конечно же, они будут переноситься гораздо, наверное, менее интенсивно, да. Вы видели, что это легкое, деликатное сияние вокруг глаз, просто красивое оформление. Ну, вот так эти сводчи сияют на руке, если перенести их пальцами. Ну, и вторые 2 оттенка – это темно-коричневый и красный. Красный, как видите, он такой более перламутровый, с блеском. Коричневый более уходит в матовый. Вот так вот они переносятся, да, на кожу. В принципе, выглядят вот эти вот цвета достаточно привлекательно. Ну, как видите, это палетка в красно-бежевых оттенках именно с холодным отливом. Если вам идут холодные отливы, думаю, данная палеточка будет интересна. Вот так вот они переливаются интересно, на глазах выглядит красиво. Мне, с одной стороны, нравится, с другой стороны, я бы, наверное, хотела бы чуть больше интенсивности. Я, наверное, когда выбирала эту палетку, все-таки рассчитывала, что она будет больше похожа на Honeymoon, и больше, меньше будет влияние Nude Deep, да, меньше вот этой сирены. Но на самом деле я получила красную палетку с серым отливом. Меня это устраивает. Палетку обязательно оставлю в коллекции. Продавать ее не буду, тем более, что это лимитка, это что-то уникальное. Думаю, что Tom Ford, навряд ли это не стала палетка таким прям хитом, и навряд ли он будет перевыпускать что-то еще. Палеточка очень юзабельная, вы буквально несколько раз тыкните кистью в рефилы, перенесете на глаза, и у вас готов интересный, хороший макияж для какой-то такой будничной, ежедневной носки. Если хотите что-то праздничное, возможно, нужно будет нанести влажным способом и сделать наиболее ярко. Я в свои тени не хочу тыкать влажными кистями, как я уже сказала, и поэтому буду использовать нанесение только в сухом виде. Если, например, вы бы хотели увидеть, как эта палетка переносится более влажным способом, напишите, я когда-нибудь в каком-нибудь из обзоров обязательно это сделаю. Но так как у меня пока аудитория маленькая, никто ничего не просит. Это намек на то, чтобы вы подписались. Я уже жду, когда я смогу что-то разыграть, когда люди появятся. Так вот, аудитория маленькая, никто ничего не пишет, но если вам интересно, обязательно сделаю. Палетка, в общем, мне понравилась. Стала ли бы я, например, рекомендовать гоняться за ней, да, чтобы купить, так как это лимитка, ее, наверное, можно купить только где-то у байеров, где-то в магазинах, где она залежалась. Я, например, покупала в Дубае, в одном магазине ее нашла. Либо у какой-то бэушной, у того, кто ее купил, кому она не понравилась. Так вот, стоит ли гоняться за этой палеткой, переплачивать, если байеры выставляют более высокую сумму? Ну, наверное, нет. Мне кажется, вы найдете и у Тома Форда аналоги данной палетки, да, особенно если вам нравится что-то более яркое, как Ханимон. Вот, здесь в этой гамме нет ничего прям такого, чтобы вы не могли больше нигде найти, чтобы вам было бы жизненно необходимо. Ну, если встретили данную палетку на распродаже, где-то по хорошей цене, либо просто вам нравятся оттенки, почему бы и нет, можете купить. Можете в магазине, если она где-то осталась, посвочить. В принципе, палетка неплохая. Я довольна покупкой, я ее обязательно оставлю себе. И моя коллекция, которая состояла пока что из одной палеточки от Тома Форда, пополнится второй хорошей палеткой. Вот, и я надеюсь, будет пополняться какими-то интересными палетками от Тома Форда дальше. Вот, жду, пока он какую-нибудь новинку выпустит. Ну, это, наверное, все, что я хотела вам сказать. С вами была Ида. Я не визажист, но это, наверное, не помешает мне делиться своим впечатлением, именно как юзера в косметике, да, делиться тем, что я вот такой вот неумелец могу сделать с тенями на своих глазах. Я думаю, большинство из моих зрителей, которые есть, они тоже не визажисты, не мастера, и они с удовольствием посмотрят на мои попытки сделать на своем лице что-то интересное и, возможно, даже попробуют повторить что-нибудь интересное. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я их читаю все, мне очень приятно, когда есть хоть какая-то отдача. Мы собираем какие-никакие просмотры, даже лайки. Это для меня тоже очень важно. Ну, и если вам важна моя работа, пожалуйста, поддержите меня своими комментариями, лайками, подписками. Ну, а пока, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok